Советская модернизация, которая оставила сильный отпечаток на повседневности и практиках жизни людей в этом регионе, сказалось в том, что почти все женщины, проживающие в этом регионе, они экономически активные. Они работают вполне наравне с мужчинами, встречаются случаи, когда женщины зарабатывают больше, чем их муж, встречаются случаи, когда женщина является даже основным и единственным кормильцем семьи. Это воспринимается, в общем-то, как такая абсолютная норма, никого этого не удивляет. Женщины могут заниматься бизнесом, женщины могут занимать достаточно высокие посты на рабочем месте и участвовать в местной политике. Также никого не удивишь сейчас, увидев женщину за рулем, хотя, конечно, сохраняются некоторые предрассудки, но, впрочем, они существуют и во всех других регионах России. Вообще роль женщины в семье – это центральная роль, через которую определяется ее социальный статус. Женщина-жена, женщина-мать – это самые нормативные и иногда фактически единственные роли, которые может занимать женщина в этом обществе. В то же время существует своеобразная иерархия статусов. Если говорить о самой уважаемой женщине, то это, конечно, мать. И очень многие мужчины отзываются о своих матерях с большой любовью, теплотой и говорят о том, что образ матери, он вообще священный, и именно эту женщину они боготворят, уважают и она пользуется авторитетом. Роль сестры для мужчин на Северном Кавказе также очень важна. Поскольку семьи часто имеют много детей, то старший брат является той фигурой, которая очень часто замещает отца. Не в тех ситуациях, когда отца нет, а просто он выступает как своего рода наставник. И поэтому очень многие братья тоже отзываются о своих сестрах с большой любовью, заботятся о них, посвящают им много времени. Что не скажешь о месте жены? Потому что получается, что роль жены, она по сравнению с матерью и сестрой где-то уже там на третьей, а иногда и четвертой позиции. На это очень жалуются часто молодые девушки. Опять же, в нашем исследовании мы встретили немало случаев, когда молодая девушка приходит в семью мужа, живет вместе со свекровью и чувствует себя абсолютно бесправной. Свекровь в любом случае является сильной, авторитетной женщиной, у нее больше власти, больше права, и она остается единственной главной хозяйкой в этом доме. Молодая девушка не чувствует своего права, не чувствует своего места в этом доме. И, например, плохие отношения со свекровью тоже отмечались как одна из причин разводов на Северном Кавказе. Расширенные семьи по-прежнему пользуются популярностью, очень многие люди живут именно со своими родителями. В большей степени это характерно для Чечни и Ингушетии, но и в других республиках это наблюдается, например, в сельской местности. Тем не менее, все больше и больше можно заметить, что молодое поколение решает жить отдельно. Интересно, что часто их родители поддерживают в этом и говорят, что да, так, наверное, будет у нас меньше конфликта в семье. Поэтому желаемый образ семьи, это когда молодая пара живет отдельно, заводит детей, у них свой дом, но родители существуют где-то рядом, чтобы в случае чего помогать, присмотреть за детьми или иногда, например, помогать материально. В молодом поколении вообще можно отметить, что идет некий такой конфликт с предыдущим поколением. Если раньше, несколько десятилетий назад, старики пользовались абсолютным авторитетом и уважением на Северном Кавказе, и даже существовали советы старейшины, это такой целый социальный институт, к которому обращались в случае чего для урегулирования конфликтов, то сейчас молодое поколение, можно сказать, постепенно забирает эту власть у старшего поколения, они предпочитают многие решения принимать сами. Кроме того, именно новое поколение выглядит очень противоречивым с точки зрения тех ценностей, которые они несут. Бывают случаи, когда девушки, увлекшись религией, глубоко погрузившись в эту тему, они сознательно решают одеть хиджаб, чем, например, поражают своих совершенно светских родителей, для которых это воспринимается как какая-то целая катастрофа. Тем не менее, многие девушки очень аргументируют свой выбор и говорят о том, что они делают это абсолютно сознательно, и их родители, в конце концов, вынуждены смиряться с такой ситуацией. В то же время картинка, конечно, далека от идеала. Например, встречают у ситуации, когда мужчины, братья или мужья полностью контролируют поведение женщин, их внешность, следят за тем, куда она пошла. Во многих ситуациях, например, молодые девушки не могут выйти вечером в публичные места, погулять в парк или пойти в торговый центр без сопровождения старшего брата. Такая ситуация воспринимается ими, конечно, как ситуация принуждения и контроля, но в то же время они вынуждены с ней соглашаться, потому что от этого во многом зависит репутация самого этого брата. Если кто-то увидит на улицах вечером гуляющую девушку, то замечания будут делать не ей, а будут высказывать брату, что ты не следишь за своей сестрой. Опять же, по этой причине многие мужчины контролируют, например, переписку в интернете или проверяют телефоны у своих жён, у своих сестёр. Они опасаются за репутацию, вдруг та занимается чем-то там предосудительным. Почему это всё происходит? На Северном Кавказе мужчина является основным публичным лицом семьи, на нём лежит вся ответственность. И общество ожидает, что именно он должен контролировать поведение женщин в своей семье, что именно он должен отвечать за их репутацию. Если что-то происходит, то это его вина, значит, он неправильно воспитал или не уследил, или сделал что-то ещё такое. Но в любом случае это сказывается на его репутации. В нашем исследовании мы обнаружили очень высокий уровень домашнего насилия на Северном Кавказе, особенно в Чеченской республике. Две войны, через которые прошла Чечня, конечно, оставили след. И почти в каждой семье есть своя история. История погибших, история воевавших, история раненых или тех людей, которые вынуждены были уехать в эвакуацию, в другую республику, жить у родственников. Но, тем не менее, воспоминания о военных действиях – это очень важная часть биографии, и важная часть, которая определяет повседневность людей и их отношения друг с другом. Это проявляется в том числе и в семейном насилии, в домашнем насилии, потому что многие мужчины не справляются с посредствами этого посттравматического синдрома, не находят какого-то легитимного выхода своей агрессии. Всё это в результате выливается на его домашних, на жену и детей. Продолжение следует...